друзья всем привет сегодня приехала корея вернее вчера видео снимаю сегодня ну что хочу сказать доехали они все неплохо лучше чем в прошлый раз намного лучше потягушек практически нет если есть то не критично поэтому растения все в хорошем состоянии без вредителей в общем нормально все ехала посылка 17 или 18 дней но тоже немало но продавец их очень плотно запаковал в бумагу может быть это и спасло просто они были закручены все как колобки как шарики и туалетной бумаги там было наверное но я не знаю по пол рулона наверное на каждой и вот наверное за счет этого они доехали в хорошем состоянии так ну приступим это эхиверия рейндропс 1 эшка такая хорошая большая жирная с бородавками вот моя эшка ну как известно все бородавчатые наращивают бородавки при хорошем освещении чем лучше освещение тем бородавки больше вот моя решила сейчас под конец лета выдать жирные жирные бородавище в середине лета видимо жара ее замучила и бородавки были не очень большие ей было походу некомфортно вообще конечно все суккуленты они стагнируют когда слишком высокие температуры на улице оптимальная температура для эхивери 25 28 градусов а все что уже выше это уже им не на пользу ну не умирают просто не растут и хуже развиваются это два кустика две куртинки садоверия маркус очень забавные садоверия очень яркая будет она еще ярче вот в таком рыже-желтом цвете она будет ну я думаю она будет так же вот как все зеленые она будет выделяться в коллекции своим окрасом зеленая варегатка сразу кидается в глаза и то же самое у этой вообще окрас интересный то есть вот такой окрас у нее и будет зависимости от освещения может быть ярче может быть тусклее но все равно листики рыжие на конце будут постоянно вот такие кустики многоголовые такие интересные это эхивери роман два растения растение не тянется постоянно темного цвета сейчас она вот в посылке позеленело но она наберет быстро окрас свой это сто процентов и будет всегда компактно и всегда темненькое замечательное растение мне очень нравится это эшка я все-таки думаю что полидонис здесь присутствовал может быть полидонис может быть это уже гибрид от вероны ну вот какой то такое у меня мнение схожесть есть с этими растениями но в любом случае растение очень интересные это грабтоверия happy day такая классная такая штучка вообще классная налет у нее очень сильный у меня такая есть я однажды привозил она была одна поэтому я пожадничала и вам ее не отдала оставила себе вот она мне принялась и на ярком солнце солнце и конечно выжгла вот сейчас она начала уже набирать окрас вот она моя на камеру плохо видно вот там в середине уже невооруженным глазом без камеры я вижу что там уже сиреневый налет она уже начала темнеть а здесь листья просто выжгла солнце и окрас у нее сейчас не такой какой нужен ну вот я думаю наверно ламп под лампами на полках она придет в себя да даже на сейчас уже придет в себя осенью когда солнце уже сейчас не так нещадно полит хотя у нас вот последние дни ужасная была жара термометр зашкаливал на солнце за 50 вот сегодня первый день прохладный вот такая моя гриптоверия кстати очень хорошо принялась очень быстро и вообще на компактная очень она мне нравится цвет у нее бывает и розовый и какой-то такой сизо-сиреневый но интересное растение не тянется это эхиверия pink tips вот такая решечка всегда тоже на ярко окрашенная с красными кончиками кончики у нее острые тоже как вы видите не тянется замечательная эшка прям такая миленькая корни растение все в хорошем состоянии единственное что вроде на первый взгляд приехала красивая очень красивое растение хиверия лапин я такую привозила одну много было на нее заказов вот в этот раз надо было вот эту вишку и что же вы думаете что приехала приехала она вот смотришь на нее красавица ну чуть чуть там листики раскинулись от того что не было свет и вроде как на первый взгляд все с ней нормально на самом деле у нее был в центре где-то листа в центре розетки вот тут под листьями было два загнивших листа сейчас покажу где где-то вот вот здесь и причем на листик была гниль сухая но это гниль распространилась на ножку растения и вот я и делала операцию вчера я бы скребал оттуда гниль заливала перекисью причем знаете перекись отделяет загнившие участки от здоровых тканей что очень упрощает работу и вот эта дырка сейчас там осталось она нормальная но как бы там уже гнили нет но все равно сажать ее в таком виде нельзя потому что туда будет попадать влага и произойдет загнивание и растение все равно погибнет рано или поздно вот поэтому что я с ней сделаю я обдирую и листья листья эти очень укореняются хорошо я уже пробовал от своей отдирала сейчас покажу свою вот листья дают деток хорошо и поэтому нижний ярус листьев кому нужен будет вот я вам отделю листья а макушка если получится если там будет нормальная макушка ну и что если я буду уверена что она нормально примется она нормально будет расти то голову я вот эту с ободранными листьями конечно же по оценке я отдам вот ну а целиком растение я продавать не буду потому что это будет неприятность и для вас и для меня я на такое не пойду вот такая печаль к но растение доехала хорошо знаете наверное просто она была слишком напитана влагой она до сих пор не потеряла тургор листья упругие упругие вот из-за этого наверное просто она задохнулась и какая-то бактерия на листике дала вот такой печальный ток вот моя лапин она принялась и сейчас медленно но верно наращивает голову моя была конечно меньше вот этой по размеру но все равно очень хорошо на наращивает листья листики быстро растут часто расположены друг другу но окраса мы будем добиваться уже тогда когда растение придет в себя окончательно когда у нее разовьется корневая система и вот тогда будем экспериментировать с окрасом потому что окрас у этого растения я видела на нескольких фотографиях он просто бомбический просто я не знаю будет он такой или нет но как бы хивере это одна и та же поэтому в каких-то условиях она возможно так и будет попытка не пытка эксперименты будем делать и буду держать вас в курсе этой хивере фиона она приезжала под заказ ну сейчас она немножечко потусклела потому что 17 или 18 дней в посылке дало свой результат но все равно она компактная она не тянется она розовенькая у нее хороший налет и вообще растение очень красивая я жалею что я продала свою потому что ну такая она мне красивая была прям жалею опять решить тебя вспоминаю изумрудные сюжеты опять тебе завидую это эхиверия клара будет она в толстеньким пухлячком розовым таким кремово-розовым очень красивый будет не тянется просто вот раскинула листики сейчас она укоренится и пойдет в рост наберет сразу и оттенок и пухлоту листьев наберет розеточка прикольная прикольная прошлый раз я привозил они были такого же где-то в наверное вот такого не были цвета это пока зеленоватая но у нее все впереди это куст эхиверия арье будет делиться на на два куста потому что получится два полноценных хороших куста каждый будет с ответвлениями очень она тоже интересная окрас листьев набирает быстро и точно точно она будет с красными краешками листиков и в центре листа тоже будет краснота но она по ней уже заметно что вот кончики красненькие забавные очень растения тоже ну для всего нужно уход нужно адаптация чтобы растение пришло в себя это мы все конечно понимаем поэтому и я тоже беру вот такие растения для себя и они у меня проходят стадию когда длительный когда не очень длительной реабилитации то есть мы все понимаем что это живой товар что для всего для красоты нужно время так это это эхиверия кремер вот здесь две розетки это вторая не знаю подцеплю я или нет очень упругие очень тугие вот две розетки они будут по одной цене потому что закупочная цена у них была одинаковая но приехали вот одна сжатая вторая чуть-чуть разлаты но это ничего страшного сейчас покажу свою где она у меня есть и выставляла вот моя она тоже у меня проходит прошла уже стадию реабилитации она укоренилась и сейчас начала наращивать новые листики мне на очень нравится формой и цветом форма у нее всегда вот такая листья загнуты внутрь и оттенок листьев и форма листьев конечно же очень интересное растение прикольное растение мне очень нравится конечно когда пройдет время настанет еще краше но это пока вот из листья смотрите вот они на кончиках блестящие глянцевые а внутри внутри у нее на лед это эхиверия фан квин тоже интересное растение интересные у нее окрас листьев форма листьев форма розетки вставлю фотки если найду еще ничего не искала таких две розетки и вот вторая там внутри это мусор там сухие корни вот такие две розеточки так что еще у нас идет еще у нас идет миксенсис зарагоза это вообще как классное растение очень интересная не тянется всегда яркая загнутые коготки замечательное растение это грабтоверия пинк рус вот такая куртинка очень яркая звездочка на ножки замечательная вообще на ножки обожаю хиверия последнее время но уже лето наверное как вот как начала сталкиваться с корейцами которые на ножке все это моя любовь смотрите какая какой цвет какой оттенок насыщенный то есть она постоянно будет такая может быть еще ярче вот сейчас она такая это хиверия рома таких приехала 3 розетки 2 1 размера вот такого 1 поменьше нут не буду 2 еще брать в руки просто не хочу лишний раз тревожить растения потому что мало ли одно неосторожное движение отлетел лист или там поцарапался лишний раз налет не хочу ну вот они они лежат побольше вот поменьше конечно красивое растение мощный налет цвет очень такой интересный пастельный так вот как раз наткнулась это хиверия полидонис мехико вот когда я первый раз увидел это растение я в него влюбилась по уши и себе конечно же я такой завела экземпляр еще наверное в начале где-то в мае может быть может быть даже в апреле и вот с апреля она у меня растет растет не очень быстро но достаточно уверенно и кончики листьев у нее всегда вот такие яркие сейчас найду свое растение я выставила свои какие у меня есть из привезенок вот она моя красота я от нее просто балдею такой я считаю удачный гибрид полидонис вообще она небольшая в отличие от полидонис она небольшая у полидонис листья длинные у этой укороченные листики и края лист листьев смотрите какие яркие темные такие насыщенные ну прям конфетища и также у нее еще узорчатый налет если приглядеться на листьях вообще нишка конечно классная что на свет что против света замечательная это два растения грабтоверия аметум тоже не тянется всегда компактная всегда яркая листики пухлые такие малышки я считаю вообще замечательные вообще вид прикольный там лист сухой застрял центре розетки сейчас я его попробую скинуть вот скинула вот такие листики у нее смотрите видите какая она яркая будет еще ярче вот одна побольше 2 поменьше это эхиверия эстер две розетки таких вот вторая размер у них одинаковый сейчас покажу свою это гибрид полидонис вот моя красота ли я вообще люблю всех полидонисов смотрите она полидонис конечно отличается шириной листа и окантовка у нее более тонкая по краю листа нежели чем у полидонис она как бы знаете даже как бы особенным образом идет по листу и и тыльная сторона листьев в зависимости от освещения и от температурных условий у нее краснеет и чем больше перепадов температуры или чем больше света тем тыльная сторона листа красней вот она у меня была когда-то вообще прям сильно сильно красной ну солнце сейчас выжигает они же меня на улице стоят но сейчас где-то еще пару недель они постоят если будут холода и уже туда к октябрю она будет вообще красавица ну вот процесс пошел смотрите это вторая розетка какие-то мутированные листики у нее смотрю вот кончик раздвоен вот кончик раздвоен это не механическое повреждение это вот такое есть этот кончик такие достаточно сочные упругие такие все это эхиверия брат буриана не помню кто у меня уже спрашивал человека три у меня ее спрашивали ну никак я не могла ее найти вот сейчас привезла нашла у этого растения налет на листьях расположен вот так будто его кто-то нечаянным образом стер будто бы он сполз как лавина на самом деле вот он так расположен на растении сейчас покажу вам свою конечно вот этой до моей до вида моей еще конечно же расти и расти но самое главное что растение здоровое вот моя брат буриана вот на лед цвет она конечно краснеет она сейчас покраснела ко мне она пришла вообще малиновая я просто даже удивилась и ну конечно была рада но потом она мне позеленела но сейчас она опять набирает окрас видим она вот доросла до того момента когда уже каротиноиды ее начали активно двигаться всегда компактная не тянется красивая форма интересный налет форма розетки но вообще классное растение сейчас вылезу попробую на свет вот на свету она такая здесь наверное лучше всего разглядеть на лед такая решечка это эхиверия тинбургер сейчас покажу свою это розоватая моя полностью сиреневая у этой тоже на лед сейчас как будто расплылся не тянется вот листики без света просто раскинула форма все равно остается компактной пухлой вот моя тинбургер вот моя тинбургер две точки на листиках это по ходу солнышко подпалило дальше вот тут черная точка это мухи тут посидели там дальше вот все семечки от березы блудит они у меня на улице и поэтому вот такие все чумазые но форма все равно форма цвет конечно же классная я очень довольна кстати что у меня есть это растение много я раз привозила тинбургер уже у многих у вас есть они я думаю что вы со мной согласны растение классное это эхиверия анслоу очень тоже такое интересное растение не тянется приятный цвет интересный налет компактная форма розетки сжата ну вот их приехало три штуки и вот все они сейчас вот вид их сейчас разный но все они в итоге будут одинаковыми не буду эти доставать потому что рядом там эшка лежит потревожу ее ну так мне кажется все видно растение конечно тоже очень интересное я в этот раз вообще старалась заказывать растения которые не тянутся либо тянутся но не сильно это веселая семейка эхиверия cute angel милый ангел ну правда миленькая я смотрела фотки этого растения оно бывает и розовым таким насыщенно розовым бывает и вот такого оттенка только покомпактней но это опять же в зависимости от условий содержания ну и вот она растет куртина это говорит о том что розетка даже в одиночном состоянии будет впоследствии давать детей и будут такие веселенькие кустики милый ангел назвали же действительно милая листики пухлые жирненькая такая так кого еще не показывала не показывала не показывала не показывала вот не показывал вот эту красоту вы со мной сейчас не согласитесь но я за этой эхой охотилась очень очень долго это эхиверия black роза черная роза и будет она невероятная невероятная вот сейчас она пройдет реабилитацию примется и начнет набирать окрас одна голова моя а вот это вот вторая любая и маленькая здесь розеточка ой как же повернуть то вот эта маленькая ну потянулась конечно но нет ничего это не страшно вот у нее цвет вот этот черный смотрите он набирается какими-то крапинками вот сейчас приблизила не просто накраснеет а просто вот кожица листьев становится вся в крапинку и в итоге она в эту крапинку становится вся и растение приобретает черно-бордовый оттенок обалденное растение я за ней вообще охотилась очень долго это растение дорогое не из дешевых вот вот хотела для примера показать я вот это растение покупала ну наверное месяца полтора назад в одной из своих закупок я я показывала его вам в видео и сейчас я хочу вам сказать что что она нормально себя чувствует она была очень вытянутая но для меня это было не страшно главное этот сорт был было для меня за иметь и вот эта макушечка у нее стало очень очень компактно сейчас друзья прерывалась уже даже не помню что рассказывала перерыв был большой больше часа дела дела так не показывал я еще вот эту вам это эхиверия симуанс вот такие вот две розеточки это та розетка вернее тот вид который я когда-то себе покупала двойняшкой но он у меня что-то вот в одной паре его солнце прижгло ну там зелененькая уже серединка лезет то есть она растет но медленно видимо вот прямое солнце ей совершенно противопоказано то есть стагнация полная там он и какие-то крылья от комаров ну улица конечно это улица и вот она вся у меня зажженная такая солнцем но в комнате она под лампами будет идеальная так что у меня еще не показано это вот ионим лилипат вот два растения две головы и голову такие достаточно пышные это прям тяжелище вот это которое слева тут на ней раз два три штук шесть где-то розеток по кругу и одна центральная а здесь одна центральная и три наверное по кругу до 3 и у нем лилипат жирный такой листики у него плотные как розочка зеленая красиво смотрится очень у меня до этого были такие по моему два раза я привозила тоже так ну солнце ушло солнце я упустила поэтому доснимаю без солнца ну ничего все равно видно тут максимально свет попадает вот такие вот два пухлячка это грабтопиталом супербу два таких растения вот второе лежит сейчас вам покажу свое ну мой маленький эти большие мой маленький он растет вот в четырехсантиметровом горшочке как ни стараюсь я у него налет не тревожить все равно он у меня покоцанный но его надо еще полить кстати вот листики уже морщинистые интересно это уже растение симпатичное и цветное вот вторая розетка вот она так кладем осторожно так что еще осталось остались вот эти у меня еще куртинки их четыре штуки я привезла это их и вере крисси энрайн растет максимально куртиной плотные плотные наращивает вокруг возле себя розетки то есть одиночным оно не будет вот именно вот такими кустиками оно будет продаваться и впоследствии эти кустики будут разрастаться ну естественно они станут компактнее потому что переезд из кореи в россию он сказался на их виде ну не сильно сказался вот они не потянуты просто они раскинули листья потеряли оттенок а так эти растения при нормальных условиях содержания они будут плотными кустами и обильными кустами то есть вот оно плодится 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 и знаете как почвопокровное растение оно покрывает вот этими розетками и весь объем горшка ну конечно мимишно смотрится мне очень они нравятся вообще люблю такие все мелкие куртинки типа минимума но это не минимума у этого может быть там и есть в родственниках минимума я не знаю точно но вот такой кустик и осталось несколько растений это эхиверия мадлен замечательное я считаю растение всегда яркое всегда такой интересный у нее розовато какой-то серовато сизоватый цвет очень плотный налет не тянется вот листья раскинула а форма розетки все равно держится замечательное растение очень красивое вот таких две головы три две вот вторая она поменьше вот она так еще у меня эхиверия руньони св растение тоже будет очень красивое оно похоже ну наверное похоже на на ланзане может быть вот на эхиверию мощный налет красивая форма розетки листья такие у нее достаточно тонкие листья но не такие вот как у того же гримера нет они тоньше но все изящество ее в цвете в будущем цвете тот который она потом заимеет и все изящество ее конечно же в налете в мощном я привозила однажды такую розетку но она была очень потянутой она пошла по уценке ну вот это будет не по уценке это доехало хорошо еще вот таких два у меня растения пахифитум фревел два таких на ножке пахифитума два таких и в завершении вот такой грабтопиталум пахифитум пахифитум не знаю точно кто это до этого у меня он когда жил был пахифитум аметистинум но белка ему успешно раздавила точку роста это было давно наверно года три назад он был розовый как поросенок такой был цвет невероятный такие листья были жирные друг другу расположены мне его так было жалко просто вот слез было жалко это тоже будет ярко розовым ну здесь три головы вот две головы они пойдут отдельно а вот эта голова будет с детками потому что я считаю нецелесообразно вот этих махоньких деток от мамки отрезать и что-то там с ними делать то есть вот это растение которое сейчас справа оно пойдет с двумя детками эти две головы отдельно так все белка пришла это значит надо пора заканчивать потому что вот ей уже пофигу что там горшки мои стоят белочка белочку моя ветер все погода портится начинает наверное осень осень на дворе осень ну вот друзья я думаю я все осветила сейчас еще просматриваю никого я не забыла вроде никого не забыла вроде всех показала вроде вроде всех да также хочу еще вот вам показать что у меня есть вот такие две головы на продажу это пахифитум ганджи корешки уже дал сейчас начнет набирать тургор а вот мой ганджи вот он классный пахифитум всегда яркий розовый розовый как поросеночек ну все друзья побежала я обрабатывать видео всем желаю здоровья добра хороших красивых растений всем пока 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 пока